Я часто встречаю людей, которым, к сожалению, хронически не хватает времени. Это самостоятельные, целеустремленные и успешные руководители. У каждого из них есть либо бизнес, либо он занимает высокую позицию в компании, и у них есть цели в жизни. Но им всегда некогда. Они погрязли в текучке, у них постоянно разрывается телефон, они всегда заняты, они всем нужны, и от этого ощущения своей нужности у них еще больше становится дел. Другие важные и нужные дела, партнеры, люди, коллеги, сотрудники, в любой момент, набирая номер такого успешного человека, вы тут же услышите в телефоне «Алло!». А это значит, что у таких людей отсутствует система защиты своего времени. Они перегружены не только своими делами, но и чужими, принимая их в свой круг обязанностей, из-за того, что они не могут отказаться. Моя задача показать и научить вас простым и эффективным инструментом развития и повышения вашей личной эффективности. Причем, возможные инструменты вам уже знакомы, но только они, к сожалению, не используются. В ходе нашего курса вы узнаете об основных принципах работы нашего мозга, вы узнаете о базовых причинах и моделях человеческого поведения. Мы с вами поговорим об основных инструментах. Да, есть еще более сложные техники, но ваша задача сейчас научиться делать это на основном уровне. Запомните, без использования инструментов, а только их знания, ни к чему нельзя прийти. К сожалению, есть очень много руководителей, которые бы пытались сделать попытки воплощать в свою жизнь сверхидеи, идеи изменений, но они не могут найти на это время. Они не выполняют никакие правила, они не делают никакие упражнения, они не встраивают в свою жизнь новые привычки. И то, как качественно не были бы составлены их планы, они всегда остаются на бумаге. Чтобы решить эти задачи, мы и создали наш курс для того, чтобы вы познакомились с этой информацией, регулярно внедряли ее в свою практику и, наконец, смогли бы достичь и поставленных вами целей. Нет времени. В процессе нашей сессии и в целом на курсе мы рассмотрим действующие законы управления временем, тайм-менеджментом. И вы узнаете стратегии, которыми можно и нужно следовать, чтобы стать человеком с высокоразвитой личной эффективностью. С проблемой нехватки времени рано или поздно сталкивается любой человек. Как правило, в итоге он приходит к выводу, раз времени не хватает, значит его у меня действительно нет. Он соглашается с этим, потому что не видит других альтернатив. Но это ошибка. Альтернатива есть и очень простая. И она состоит в том, что времени у человека много, но он его не замечает или неэффективно использует. Давайте приведем простой пример. Я вам сейчас приведу простые формулы, которые помогут вам посчитать. Вот возьмем неделю. В неделе 24 часа. На 7 дней получается 168 часов. Если мы возьмем 9 часов на сон, то это получается на 7 дней 63 часа. Если мы возьмем также 8 часов плюс 1 час перерыв на обед, это 9 часов рабочий день, на 5-дневную рабочую неделю, то получится 45. В результате 168 минус сумма 63, 45, 108, то получается 60. 60 это очень большое количество времени. Даже если вы будете работать не 8 часов в неделю, а 9 часов в неделю плюс 1 час, то это будет 10. Тогда у вас будет 50 часов. 50 часов это очень-очень много. Ну что ж, 50 часов этим временем нужно научиться распоряжаться. Но мы часто слышим, что и этого не хватает. Так вот моя задача научить вас, чтобы вы могли распоряжаться этими 50 или 60 часами правильно. Если же человек по-прежнему твердит, что у него нет времени, значит совершаемые им действия, они крайне неэффективны. И это похоже, знаете, на некое бессознательное состояние, когда ты что-то делаешь по привычке, но не в силах очнуться и понять, что это неправильно. Мы рассмотрим несколько стратегий для обретения возможностей найти время, созданные на основе реальной методики и практики разных экспертов. Чтобы получить желаемое, вам нужно внедрять их в жизнь. Время. Время уникальный элемент, уникальный инструмент. Самое удивительное заключается в том, что время нельзя взять в аренду, нанять, купить или получить каким-либо иным способом. Этот ресурс всегда ограничен. Как бы ни рост на него спрос, предложение остается на прежнем уровне. У времени нет цены, его нельзя выразить кривой предельной полезности. Более того, время это самый скоропортищийся продукт, его невозможно хранить. И еще, время на самом деле, оно просто неоценимо. Ведь как мы можем с вами оценить время? Оно всегда уходит. И вчерашнее время ушло навсегда и безвозвратно. Следовательно, время всегда в дефиците. Более того, оно незаменимо. В определенном смысле мы можем заменить один ресурс другим. Например, если нам нужно заменить алюминий, мы можем взять другое железо. Но мы не можем заменить человека и интеллект. Мы, кстати, можем попытаться заменить какие-то свои функции на компьютер, но время ничем не заметишь. Ничем не заменишь. Все в жизни требует времени. Это единственное универсальное условие. Любая работа отнимает и поглощает время. И еще, время независимо. Никто не в состоянии изменить его ход, передать или занять вам своего времени. Однако человек живет в двойном времени. Время вообще, то есть сама жизнь и жизнь человека. Это короткий миг по меркам истории. Эти два момента текут параллельно. И ваша жизнь, и жизнь в целом мира. Но наступает момент, когда отпущенное время человека истекает. И тогда цена его времени становится абсолютной. Главное, чтобы для потерянного времени доля потерянного времени была меньше доли прожитого осознанного. И чтобы произошло именно так, что когда это, чтобы произошло именно так, человек должен обладать высокой личной эффективностью. Чтобы обладать высокой личной эффективностью, нам необходимо поступить следующее. Нам нужно научиться управлять временем. Но, как мы только что услышали, управлять временем невозможно. Оно течет вне зависимости от того, что вы о нем думаете. Спите вы или бодрствуете. Стрелки часов вращаются день и ночь. Остановить их невозможно. Как невозможно повернуть время спять или купить у кого-нибудь. А чем же тогда можно управлять? Можно управлять собой, средой, окружением и энергетикой. Вот эти главные моменты, которыми мы с вами можем управлять. А еще мы можем управлять, в том числе и своим здоровьем. Тогда перед нами встает главный вопрос. А как же будет звучать этот главный вопрос? Главный вопрос будет звучать так. Несмотря на то, что у каждого из вас своя история, свои привычки, свой род деятельности, которые диктуют те или иные правила поведения, это не важно. А соответственно у вас есть свой вопрос. Но я обобщаю многие полученные ответы и обозначу его так. Как все успеть? Действительно, как все успеть? Услышанный мной вопрос звучит примерно одинаково. Как все успеть? Как достичь наибольшей результативности? Как совместить тактическое и оперативное планирование? Как можно сделать, как сохранить максимальную работоспособность в течение дня? Задача нашего курса сфокусироваться и заключается именно в том, чтобы научить нас грамотно и эффективно управлять собой для максимально продуктивного проживания своего времени, достигая при этом максимального результата. В дальнейшем я буду использовать все-таки в цели курса термин управление временем. Но вы, как профессионалы, уже понимаете, что речь идет об управлении собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова